Приветствую вас. Для начала не сопротивляйтесь. Если это произошло, не нужно сопротивляться, не нужно уговаривать свою женщину, только если вот это прямо, прямо не по горячим следам, да, соответственно, вот она. Ну, если вы это сделали, да, допустим, что-то совершили, она захватила разговоры, и вы, соответственно, можете тут как бы её уговорить, да, то есть как бы перебить, перебить. Если по горячим следам не получилось, да, то как бы время потеряно, темп потерян, вот, что-то ещё потеряно, к примеру, вот, то можно в таком случае говорить о том, что у жены в вашей чётко сложилась позиция, она чётко для себя решила это делать, она будет, скорее всего, это делать. Никуда здесь как бы не деться вот, да, от этого, вот. И поддержите, поддержите её в этом, согласитесь с ней, а сами при этом тщательно исследуйте и изучайте причины, по которым она решила с вами развести. Вот, то есть, знаете, вот когда человек хочет разводить, уже нельзя просить прощения, то, собственно, что это ничего, кроме какого-то такого негатива, может быть, жалости, не вызывает. Серьёзно. Поэтому, лучше не просить прощения, а лучше просто действуйте, действуйте. Действуйте на конструктив. То есть, старайтесь действовать именно вот на конструктив, в каком смысле? В том смысле, что старайтесь исправлять свои ошибки, которые вы допустили, старайтесь корректировать свои ошибки, которые вы допустили. Вот, и чтобы жена ваша видела все изменения, которые у вас реально прошли. Если эти изменения будут, если эти изменения она увидит, то есть серьёзная вероятность того, что всё исправится. Вот. Понимаете? Так что... Не нужно спешить. Спешить. А это... Такой аспект. Такой аспект. Проблема. Значит, следующий аспект, это, собственно, вы. Чего вы хотите? Какие ваши желания у вас? Желания. Какие у вас потребности? Что вам нужно? В чём вы нуждаетесь? Чего вы желаете? Чего хочет, например, ваша жена? Там тоже очень такая важная история. Такой тоже очень важный момент для вас. Потому что знать и понимать, например, то, чего хочет. Ваша жена очень нужна вам и важно. Вам. Вам же. Вот. Так что здесь вот целиком и полностью нужны свои её желания определить, распределить и четко понять. Можете ли вы, например, удовлетворить её потребности, соответственно, может ли она удовлетворить ваши потребности. Вот. То есть это всё очень важно понять для себя. как минимум. Вот. Значит, позволяя своей жене делать, ну, к примеру, то, что она хочет, то, что она считает нужным, то, что она считает важным. Вот. Ну, наверное, всё же старайтесь демонстрировать с ней свои какие-то чувства, да, свои какие-то понимания. Вот. И будьте рядом. Будьте рядом. С ней. то есть, в принципе, у вас довольно мало информации, ну, вы довольно мало информации предоставили о себе. вот. Чтобы как-то вот более подробно рассмотреть, но в таких ситуациях обычно всегда речь идёт в начале именно о разборе конфликта. то есть, какой конфликт, в чём конфликт, из-за чего конфликт произошёл. Ной. Противоречий. Вот. Какой противоречий. между вами и вашей женой. Без этого, наверное, будет очень сложно помочь вам. Вот. Обращаю ваше внимание также на то, что краткость вашего вопроса, да, даже не вопроса, а просто вот по факту. Ну, говорит о том, что возможно, именно возможно, возможно, я не говорю, что это точно, но возможно, вы не готовы реально решать проблему свою. Вот. Я вас ни в коем случае не хочу обвинять ни в чём, и не хочу ничего утверждать. Вот. Ну, мне почему-то кажется, что желаю вы, например, более серьёзно поработать, вы бы всё-таки обеспечали больше, ну, больше информации дали бы нам. Вот. Я вас не обвиняю, может быть, вы находитесь сейчас на эмоциях, и вам вообще очень тяжело. Вот. Опять же, этого мы не знаем, как вы восприняли этот вот-вот. Но, я думаю, что так или иначе, нам нужно больше информации, чтобы помочь вам. В любом случае, резкие движения делать не стоит, сопротивляться не стоит тоже. вот. Меняйте своё поведение, исследуйте, что, например, не нравилось и не нравится вашей жене, и корректируйте это поведение. Вот. А корректируйте, демонстрируйте ей, что вы, ну, что вы поняли, значит, какие-то вещи, что вы отоснали какие-то вещи. Вот. Демонстрируйте. По-другому, по-другому не получится. А на этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.